Несколько движений из старого асфальта больше нет. На смену ему на всем проспекте Славы положат новый. Более двух километров дороги начали ремонтировать в начале мая. Над полотном работают поэтапно. Первоначально фрезой избавляются от старого материала, а затем кладут выравнивающий слой. После выравнивающего слоя покрытия будут подниматься ливневые колодцы, ну и колодцы обычные. После этого будет еще один слой, это уже покрытие с слоем 5 сантиметров, выравнивающий слой, потому что часто люди видят, вот допустим мы сейчас асфальтируем, слой колеблется от двух сантиметров и до 20-25. Ремонт проводит Челябинская организация. Задействовали 15 самосвалов. После укладки поверхностного слоя дорожники приступят к работам с колодцами. Пока что они сильно отличаются по уровню от полотна. Следующие этапы выполнения работ по данному объекту, это поднятие горловин колодцев, которые есть на проезжей части, после чего за подлецом с такими горловинами, с этим колодцами будет укладываться уже поверхностный асфальтовый слой. Также на данном участке у нас запланирована работа по ремонту бордюрного камня и по итогу, по факту выполнения работ будет нанесена разминка. Кроме того, отремонтируют парковочные площадки. Всего на проект замены дорожного полотна проспекта Славы выделено 33 миллиона рублей. Завершиться работы должны к концу июня. Контролем качества занимается городская служба заказчика. Дополнительно по контракту у нас привлечен Челябинск Автогор, это областное государственное предприятие подведомственное министерство дорожного хозяйства Челябинской области. Они контролируют правильность порядка производства работ, в том числе инструментально. Отстреливают уровень, проверяют толщину. Дополнительно заключен контракт с лабораторией ЦДДИ для контроля качества применяемых материалов. То есть на каждом этапе применения асфальтобетонной смеси, применения бордюрного камня мы получаем от подрядчика документацию на применяемые материалы. Помимо этого в ближайшее время отремонтируют несколько дорог в поселках Божова, Железнодорожном, а чуть позднее в порядок приведут полотно на улице Карла Маркса.